Вся слава Гуру Парампари, Вся слава Хри Кришна Махамантра Санкиртане, Вся слава собравшимся здесь преданным, Вся слава, Вся слава. Вся слава Шире Гуру Махарашву. Таким образом, в прошлом вечере мы обсуждали наше подлинное Я. Что есть наше подлинное Я, духовность, что такое духовность и что есть религиозность. И в ходе нашей дискуссии мы поняли, что наше подлинное Я состоит в том, что мы духовные души и наш долг состоит в том, чтобы служить Господом вечно. А не время от времени. Вечно. Ибо мы сами по себе являемся вечными слугами Верховного Господа. И что я также объяснил о духовности. Верховность идет от сердца. Верховность идет от сердца. Важнее любовь к Богу, чем правила. И любовь к Богу, чем правила. И любовь к Богу, чем правила, чем правила. Это более важно, чем правила. Я так не говорю. Верховность означает, что духовность означает естественная природа нашей духовной души. И чтобы обнаружить это, мы должны обнаружить это и практиковать соответствие с этим. Это означает духовность. Какая естественная природа нашей души? Да, да, да. Божественная. Дивайн. Ну, какая, божественная. Круглая, квадратная, сладкая, львыркая, огненная или кислая? Мирная. Мирная? Да. Ну, мир. Спокойная. Нет, это мир, это свобода, любовь, свет, мир, мир в душе, горбовое. Она говорит, это как спокойствие в сердце. Временное или вечное? Вечное. Вечно спокойное и вечно исполненное блаженство. Вам нравится это? Да. Вечно исполненное блаженство мира. Вот то, чего мы должны искать и то, что мы должны практиковать. И чтобы найти этот источник Духовной Души. Мы должны понять, откуда исходит она. Как, например, падают капли дождя, дождь падает. Но что является источником этого дождя? Индулекха. Да. Скажите, я етучей является источником. Клауды. Кришна про Кришну. Аааа. Кришна. Потому что Кришна объяснил. Кришна объяснил. Кришна означает исполненный вечное блаженство мира. Да, это сказать я есмь. Я есмь. Я есмь. Я есмь. Это кто Бог есть, я есть? Нет. Человек это я есть. Душа я есть. Понимаете? Ахамбрахмазме. 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 Так это же есть ахамбрахмазме. Есть древнеанглийское какое-то библейское выражение. А что значит ахамбрахмазме? Это я есть. Понятно, но это то же самое, что I am. Это более современное. Это все равно, что я есть. Но это просто архаичное выражение. Да, слушай, я не знаю вашу язык. Что-то он послал. Она говорит, что я. Но если вы возьмете старую библей, то это будет старая архаичная. Ахамбрахмазме. Это как сенскут, хиндий, мегалый. Она говорит, что это более старая русская версия. Из библей. Потому что в основном библей была перевязана в старую русскую версию. Но мы в данном случае говорим об объяснениях, которые даны в священных писаниях в ведах. И ведические писания говорят следующее. Они говорят о том, что жизнь происходит из жизни. Жизнь происходит из сверхвысшего источника. И сверхвысший источник это и есть сам Господь. И сегодня утром я объяснял, что все мы являемся маленькими искрками Божественного Бога. очень незначительными маленькими. Но если эта маленькая искра соприкоснется с чем-то воспламеняющимся, то она из маленькой преобразуется в огромный огонь. И именно по этой причине мы находимся здесь. В обществе Яшоды и Вишнуприя. Катя Индулекхи. Виктория. Виктория. Ямуна. Ямуна. Манукришна. Атмешвара Индира. Ганги. Ганга. Ганга Ямуна. Вместе. Сарасвати. А где Сарасвати? А где Сарасвати? Сарасвати. Сарасвати Сакрыта. Сарасвати Сакрыта. Принимаем обвинение в Ганге вернение Сарасвати. Итак, мы очень маленькие по своей природе. Но если мы соприкоснемся с чем-то воспоменяющимся, мы можем тут же преобразиться в нечто огромное. И это есть огромное сознание. Мы таким образом мы обретаем связь с Господом и становимся исполненными блаженства и умиротворения. и мы можем быть вечно занятыми в служении Ему, в служении Господу. И это есть подлинная духовность. И когда мы занимаем себя в служении Господу вечно, это является естественной природой духовной души. Как, например, Вы. Ваши родители еще живы? Если бы Вы вдруг узнали, что каким-то образом Ваши родители еще живы. Кто-то Вам сказал бы сейчас, что они приехали сейчас, здесь недалеко они находятся. Вы бы остались здесь или пошли к своим родителям? Мне кажется, что если бы они приехали... Но истинные наши родители это Верховный Бог. Это наш Вечный Отец, Вечный Родитель. Если бы Вы узнали, что родители находятся в духовной обители, мы бы тут же устремились туда, устремились к своим родителям. И это и есть подлинная духовность. И вопрос в том, как же вернуться в свое духовное обители. При помощи воспевания святого имена. А что есть святое имя? Какое имя Бога? Какое имя Бога? Какое имя Вы будете повторять? Харе Кришна Махаматра. Харе Кришна Махаматра. Сколько здесь присутствующих знает Харе Кришна Махаматра? Все знают? Я что да объясню. Ганга да объясню. Ганга это чистая река. Скажите. Говорит. Махаматру объясните. Покажи Махаматру. Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Рама. Мы это знаем. Кто не знает? Кто не знает? Кто не знает Харе Кришна Махаматру? Вы не знаете? Джаганат, вы знаете? Да, нет. Да или нет? Сомневается. Я слышал об этом. Он слышал. Он слышал. А у кого есть полное осознание, понимание? У кого? Банинах с вами. Вайшнава. Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава. Гуру Вайшнава. Харе Кришна Махаматра означает Бхад 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 Бхад. Он слышал. Он не знает. 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 Гуру Вайшнава. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Такое понимание и мы будем соответствующим образом практиковать, чтобы достичь Господа Это называется духовностью В чем же разница между духовностью и религиозностью? Я объяснял вчера уже Религиозность это следование каким-то правилам? То есть религиозность означает следовать определенной системе иерархии, авторитетов Везде есть какие-то свои правила предписания Например, вы пришли сюда в это место и вы заходите танцевать Кто-то один говорит, а все слушают Если, например, Ишан Хагур говорит, все должны слушать Никто не должен не смеяться, только слушать, что говорит Ишан Хагур Это означает следовать каким-то правилам Правильно? И когда вы приходите в храм, церковь Также, если вы приходите в мещи То есть есть также определенные правила предписания Если вы приходите в церковь, вы должны сесть на лавку То есть каждый раз, несколько раз я был в церкви Вначале мне предложили просто сесть А потом меня уже пригласили на кафедру, чтобы говорить И я давал речь Несмотря на то, что я не христианин Они дали мне возможность сказать речь Но меня еще никогда не приглашали в мечеть мусульманин Никогда Но суфи, это мистический ислам Я ходил к ним Но они хотели, чтобы я танцовал Все с ними И только после танца они позволили мне говорить И однажды это было на Гавайях Двое их последователей пришли к нам После этого они никогда не приглашали Но после этого они никогда не приглашали Здесь также есть определенные правила Религиозность То есть это означает, что мы следуем определенной системе иерархии и авторитетов И мы принимаем этот авторитет и следуем его указаниям Как, например, я объяснял это вчера Что я объяснял? Что Будда 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 Господь Будда Что Чему он учил С тем, чтобы прекратить бессмысленное убийство животных Он сказал Что все есть пустота Что нет никакого Бога И по этой причине нет никакой необходимости приносить животных в жертву Богу Прекратите это И все прекратили это То есть люди поверили в эту концепцию пустоты И он призвал их медитировать на шунью, на пустоту И все последовали за ним И если вы видели изображение Господа Будда Дева То он всегда изображен погруженным в глубокое созерцание, медитацию И действительно огромное количество людей по-прежнему верит в Будду Итак Больше всего людей верит в Христа Затем по численности последователей Второе место занимает ислам И затем буддизм То есть если мы сравним То есть по количеству последователей христианства Что является наиболее преобладающим За христианством следует богометянского ислама Особенно если вы отправитесь в Африку Вы увидите огромное количество последователей ислама В Этиопии В Эфиопии например Я видел практически подавляющее большинство людей мусульмане О боже мой Поэтому Что случилось Что, что буддхо говорит Все все следует Это называется буддхо-дхарма Итак Вот То, чему учил Будда То, что он проповедовал И исследование это все вместе Есть буддхо-дхарма Религия Будды Дхарма означает религия в данном случае То есть иными с вами это то То, что установил Господь Будда Определенные правила Предписания И исследования им Это все из буддхо-дхарма Но это все было установлено им В контексте той определенной ситуации Которая сложилась на тот момент в мире И в чем она состояла Почему Потому что происходило Совершенно бессмысленное Бесконтрольное уничтожение Животных Если бы это продолжалось То животное бы мир попросту исчез бы Таким образом Была установлена Эта религиозная модель Будда-дхармы То есть это было все Установлено Буддой С тем чтобы разрешить вот эту сложную ситуацию Чтобы изменить сознание людей Их практику Их религиозную практику Но вы верите в то что нет Бога? Вы верите в это? Это невозможно Если вы едете на мотоцикле То нужен кто-то, кто будет вести его Не так ли? Если мы видим Что весь мир функционирует То должен быть некто Кто управляет этим Этим водителем Является Господь Наше тело Жизнеспособно функционирует Лишь потому что там пребывает душа И таким образом Тело подобно машине А душа подобно водителю машины И мы видим что Пища для водителя и пища для машины Совершенно разная Не так ли? Поэтому нам необходимо Использовать соответствующую пищу Чтобы поддерживать функционирование И водителя и машины Потому что пусть даже машина будет прекрасной Но если водитель будет истощен То ничего не произойдет Это приведет к страданию И вот это учение буддизма Буддадхарма Оно было распространено Господом Будда В очень быстрые сроки И затем Господь послал кого? Он прислал Господа Шиву Шангл Пангит Ривикрам Прагу Расскажите пожалуйста Потом Господь Шива Он явился в виде Брамана Для того чтобы восстановить авторитет И под видом новой религии То есть он утвердил авторитет Сказав что Бог существует Но Вы и есть Бог Но Вы пока этого не понимаете Но Вы пока этого не понимаете Это то что Вы как раз говорили Да? Да 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 То есть то что Вы изрекли Это изначально учение Вот о котором сейчас рассказывается Учение Шишанкары Ну собственно Много больше людей последовало За ним И большинство следователей Он присоединился Ну все Я могу объяснить И Рамануджи Матхапрагу Я могу так сказать и Рамануджи Потому что Есть определенная Прослеживается Последовательность Как различные уровни Одного строения То есть фактически Рамануджи Извинился отцом ващнавской культуры И так С какого года Начинается ващнавская культура Так христианство возникло 2017 летом назад Вечная. Каким образом? Вы спросите про Гаудия Ваишнава или вы спросите про Ваишнава? Нет. Речь идет о Гаудия Ваишнавах или вообще о Ваишнавах? Это тоже зависит, потому что у нас есть 4 сампрадая. У нас есть 4 сампрадая. У нас есть 4 сампрадая. И объясните. Описывают Веды, что это знание изначально есть 4 потока, по которым это знание проявилось в этом мире. Это 4 великие. Но с какого периода? Какая дата? Когда Господь Брама начал медитировать, Он первым получил слог Тапа и из этого слога. Аааа. Он слышал миграцию с Тапом. Махапрабху Балейхи. В первую очередь необходимо понять, каково определение Ваишнава. Ваишнава – это тот, кто исходит, принадлежит Вишну. Вы христиане. Он мусульм. Я буддист. Он хинду. И все эти различные группы представлены здесь. Но все они исходят из одного источника. Как только мы начинаем общаться с людьми, мы считаем, я мусульман. Я христиан. Или я индуист. Но там мы не являемся ни мусульманами, ни христианами, ни буддистами. То есть это все есть как бы система, которая существует здесь, которую вы принимаете. На самом деле все живые существа исходят из Вишны, принадлежат Ему. Верите вы в это или нет? Все мы являемся Ваишнавами. Не так. То есть и в ваишнавизме религиозность и духовность они гармонизированы. И это все возникло с самого момента творения, то есть это не было придумано кем-то. И создателем всего этого является сам Вишну. Какой Вишну? Какой Вишну создал этот материальный мир? Вы спрашиваете об этой Вселенной или обо всех? Об этой. Есть три типа Вишну. И кто создает из них что? Карадакашай Маха Вишну. Карадакашай Маха Вишну. Он бросает свой взгляд на Малю. И он создает что за тем? Это материальная Вселенная. Это материальная Вселенная. И тот же самый Карадакашай Маха Вишну. И тот же самый Карадакашай Маха Вишну экспансирует еще одну форму. Которая называется Карадакашай Маха Вишну. Которая называется Карадакашай Маха Вишну. Если вы отправитесь на Юкинг, то вы можете увидеть это. Где Брамха написал Брамха Самхиту. Там есть храм Карадакашай Маха Вишну. Храм в Падманабхи на юге. И вы слышали, возможно, об этих двенадцати залах полных зон. И они открывают одну комнату. И они открывают одну комнату. Они пытались открыть остальные комнаты. Они становились совершенно удивлены, что такое количество зона существует в Индии. И когда была открыта одна из этих комнат, люди были просто потрясены, что вообще такое, в принципе, количество существует золота. И это также храм Вишну. Какой Вишну? Еще один храм Вишну на юге Индии. И какой Вишну? Вы были там поняты? У нас есть там поняты. Я был там. Я был там. Ты там с мной? Нет, я был там с Бхактишан Дамадарма. Смотри, в Ширангам. Вишну есть там. Это Ширадакшари Маха Вишну. Ширадакшари Маха Вишну. Три Маха Вишну. Три Маха Вишну. Но они занимаются различными видами деятельности. Из пупка Маха Вишну кто является? Брамма. 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 Шукадев. Вы провели много времени в Индии. Кишорин. Почему? 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 Какой смысл тогда ездить в Индию, жить там годами? Каждый день не объяснял это. Вот, Прабху. Я не помню. Я не помню. Я знаю. Все? Все. Я не помню. Я не помню. Я не помню. Парама-гуджям 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 Сокровенное Чрезвычайно сокровенное знание Кто об этом говорит? Какой Господь? Господь Вишну Кто такой Вишну? Это экспансия Кришны Люди думают, что Кришна экспансия Но я говорю, что наоборот Кришна является экспансией Кришны Вы верите в это или нет? Так говорит Бхагават У Кришны 4 экспансии Что это за 4 экспансии? Что это за 4 экспансии? Громче 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 Но всевишну экспансия кого? Санкаршан. Экспансия Кришны Санкаршан и от него исходит всевишну. Мул Санкаршан и Баларам. Мул Санкаршан, главный Санкаршан это Баларам.